Здравствуйте, дорогие друзья! Это будет недельный расклад на неделю с 11 по 17 июля. Я делаю расклад, как на прошлой неделе, но хочу внести небольшие корректировки, потому что карты отыгрались. То, что я вынимала две карты Таро и говорила, что это на работу, и чешский оракул, и типа это личная жизнь, немножко не так. Я не буду уточнять, личная жизнь это или работа, потому что это будет то, что важно для вас на этой неделе в вашей жизни. Вот так, пожалуй, мы будем на это смотреть. То есть первая карта Таро будет, ну для всех знаков, для каждого знака имею в виду, первая карта будет говорить о событиях, людях, обстановке, что будет вас окружать, вокруг вас происходить. Вторая карта Таро будет говорить о том, как вы будете с этим работать, справляться, реагировать. И оракульная карта даст какой-то дополнительный совет. А также для некоторых знаков у меня будут, ну, дополнительные, скажем так, сообщения, что ли. Возможно, это для кого-то, для нескольких людей, я не знаю. Итак, недельный прогноз на неделю с 11 по 17 июля. И начинаем мы с наших овнов. Вам вышла, дорогие овны, восьмерка Гавриила. В этой колоде это масть Жезлов, это масть Гавриила. То есть восьмерка Жезлов в атмосфере, в событиях, что будет вас окружать, как вы будете с этим справляться. Четверка Гавриила. И оракульная карта называется «Свадьба». Ну, вообще, я хочу сказать, неделя у вас очень успешная, очень удачная. То есть восьмерка Гавриила, конечно же, неделя насыщена событиями, событиями, общением, сообщениями какими-то, новостями. Вокруг вас может быть много суеты. Я не вижу, чтобы вы страшно суетились. Скорее всего, вы очень даже, я бы сказала, вы к чему-то готовитесь. Вы в каком-то предвкушении либо какого-то события, либо поездки, либо какого-то, назовём так, завершения. Готовитесь к чему-то очень тщательно, внимательно. И, ну, я думаю, что вы ожидаете, ваши ожидания очень позитивны относительно этого события. Может быть, есть лёгкое волнение, но всё-таки вы более так, это, ну, оптимистично настроены. События, конечно, могут стремительно развиваться. И на этой неделе, может быть, это либо очень важный разговор, либо важное сообщение, либо поездка. Или это много поездок, либо это одна поездка, но она для вас очень-очень-очень важна. К тому же поездка может быть в новое место, где вы ещё не были. И ещё вот эти вот вещи могут быть связаны с ребёнком. То есть какое-то хорошее сообщение, очень положительное, которое вас порадует. Вы как бы ожидаете это сообщение. И это сообщение, оно придёт, оно вас очень-очень обрадует. Карта свадьба оракульная. Ну, надо здесь, пожалуй, вернуться к каким-то истокам, что такое свадьба вообще. Свадьба – это, в принципе, союз, договорённость, контракт, согласие чьё-то, да? Или соглашение между людьми. Слияние, объединение. Ну, здесь они на велике ещё у нас радостно катятся в свадебное путешествие. То есть, опять-таки, тема путешествия, поездки, она очень актуальна. Для некоторых овнов, безусловно, это может быть радостное событие, которое привнесёт, ну, не знаю, скажем, сдвинет вашу жизнь к лучшему. То есть, оракульная карта очень позитивная. Позитивная, радостная и сулящая успех, счастье и радость. Что касается дополнительного сообщения, то, наверное, ну, я не знаю, то есть, даже к какой сфере это относится, но такое впечатление, что, знаете, с чем это можно провести аналогию, то, что я хотела сказать. Вот если кто-то играл в боулинг и видели, как играют новички или вы сами, если новичок, да, то вот это вот берёт человек шар, он очень волнуется, да, ему хочется выбить этот страйк или как там это называется, да, и он берёт этот шар, подходит к этой линии, бросает и зажмуривается, что типа, ой, я даже не представляю, что там вообще. И тут вдруг раз, там, вау, аплодисменты, там, музыка, в общем, глаза открываешь, там, все кегли сбиты, супер, все тебя поздравляют, и ты такой, ну, герой вообще, герой. Вот такое у меня ощущение от вашей недели. Я не знаю, с чем это связано, но ощущение собственной успешности, хотя очень сильно вы волновались перед этим событием, но ощущение успеха, радости, довольства собой – это что-то такое личное, что вам придаст уверенности в себе и в своей значимости, вот так бы я сказала, в своей значимости. То есть, так как сообщение относится к той неделе, но второе всё-таки, они, энергии, ну, перетекают. У меня ощущение больше как по второй половине недели, ко второй половине недели относятся, но всё может быть, может, у кого-то это уже проиграется и в самом начале недели, и к выходным, и может, даже прям в первых числах следующей недели. Так что, дорогие овны, у вас неделя очень позитивная, радостная, насыщенная событиями. Я вам желаю удачи. Пока! Здравствуйте, тельцы! Это недельный прогноз для вас, неделя с 11 по 17 июля. Первая карта говорит об обстановке, атмосфере, людях, окружающих вас, о ситуациях, с которыми, возможно, придётся столкнуться. На этой неделе и у вас 15-й старший аркан, здесь называется «Решительность». Это аркан «Дьявол» в традиционном Таро. Как вы будете справляться, ваша реакция и манера действовать в этой обстановке. Двойка Ариила, то есть двойка Пентакли. И оракульная карта из чешского оракула вышла, карта «Смерть». На этой неделе, если вы не услышали это вначале, я делаю в целом, то есть я не акцентирую, личная ли это жизнь или рабочая сфера. Почему? Потому что всё равно что-то из этого выходит на первый план. Либо работа, либо личная жизнь. Что-то всё равно более актуально. То есть это проиграется в ту сферу, которая для вас наиболее актуальна на этой неделе. Ну, на прошлой неделе у вас аркан «Дьявол» был в том, что вас подбивало на какие-то, ну, скажем так, то, как вы справлялись с ситуацией. В этот раз вот этот дьявол перетёк в атмосферу. Конечно же, здесь можно рассуждать, скажем так, здесь может быть два варианта. Кого-то этот дьявол может соблазнять. То есть это может быть какая-то ситуация, или человек, или люди, которые вас искушают, соблазняют. Ну, по этому аркану, то есть здесь либо... То есть почему говорю соблазн? Потому что, ну, как будто что-то или кто-то манит, но это не совсем хорошо поддаваться этому соблазну. Но по двойке Ариила вы либо немножечко можете иметь тенденцию быть легкомысленными, чуть-чуть кто-то из вас, а кто-то из вас может начать сомневаться и немножечко, как бы, метаться в этой ситуации, если это, например, допустим, вы в отношениях, и появился кто-то, кто, ну, очень вас, скажем так, соблазняет. И вы, например, ну, действительно заволновались и заметались, и засомневались в своих нынешних отношениях, допустим, хочу ли я оставаться или всё-таки мне что-то делать. То есть здесь может настолько многогранно проиграться этот дьявол, он бывает очень разный. Также по дьяволу может быть, что внешние какие-то ограничения, которые вас давят. Кто-то вас, например, очень сильно сдерживает, вынуждает делать что-то. Да, ну, конечно же, всегда у нас есть свобода выбора, ну, допустим, на работе, да, там вас заставляют что-то делать, что вы не хотели бы. Например, это даже противоречит вашим, ну, не знаю, моральным нормам. А тут как бы, ну, сказать «нет начальнику» – это же тоже ситуация непростая, потому что по дьяволу непростая ситуация. Поэтому метание между всё-таки мне согласиться на это или нет вполне понятно. Или поссорились коллеги, с которыми, в принципе, вы с собой в нормальных отношениях, и тут вдруг здрасте, у них конфликт, и вы между двух огней. Поэтому по двойке монет можно иногда, знаете, как даже и нашим, и вашим, потому что не хочется вот в это всё как-то углубляться, скажем так, и отношения портить ни с тем, ни с другим, потому что они-то между собой, может быть, потом как-то разберутся, а вы будете крайним. Поэтому здесь эти сомнения, терзания, метания, волнения, они понятны. Для кого-то это может быть неделя, когда очень много дел, которые вы вынуждены делать, и вы просто, особенно если у вас асцендент в тельце, и вы просто бегаете реально между работой и домом, между там разными точками, например, неважно по работе, между двумя там офисами, офис, дополнительный офис, и вы вот носитесь, как совраска. Просто не посидеть вообще. То есть очень суетитесь, волнуетесь, потому что сроки жмут, всем надо вчера было уже всё, что было готово, и вы поэтому вот так вот разрываетесь. Смерть с косой и ленточкой на ноге. Красавица вообще! О чём она может говорить? Она может говорить о какой-то... Я всё-таки думаю, что это каркан у дьявола, это какая-то непростая, тяжёлая ситуация, или что-то так, ну, достаточно тяжело завершается. Может быть, кто-то просто доделывает какую-то работу, и вы не можете не доделывать её, вы вынуждены её закончить, но это всё вас очень давит и гнетёт. Потому что здесь всё-таки я считаю, что смерть, она, ну, больше как угнетает и вносит какую-то, ну, не знаю, пустоту и тяжесть. Что ещё дополнительно я хотела бы сказать? Ну, то есть как дополнительное сообщение. У меня такое ощущение, что на этой неделе у вас могут быть внутренние, назовём так, терзания. И вот эти вот, вот это вот, вот эти колебания, сомнения, они могут быть между удовольствием и работой, между тем, что хочется, и тем, что правильно. Ну, это может в разных вариантах отыграться. Допустим, вы следите за собой, вы немножко склонны к лишнему весу, и вы, в принципе, стараетесь правильно питаться, но какие-то соблазны просто невероятно вас, ну, почти, почти доканывают. И вы сомневаетесь, то ли мне всё-таки оторваться по полное, поесть уже, в конце концов, или придерживаться этой диеты и здорового образа жизни и не избиваться с графика. Если это выбор между людьми, ну, как не выбор, а вот такие метания между людьми, то с одним человеком, один человек может вызывать в вас чувство какой-то непонятной, даже вот необъяснимой радости, удовольствия, улыбку на лице, вот поневоле, душа поёт просто и тянется к этому человеку. А другой человек, он такой вот последовательный, или она, не важно, последовательный, правильный, не знаю, человек, который старается, работает над отношениями, делает всё правильно, но скучно вам там. Вот понимаете, вам там скучно и неинтересно, душа не поёт. Если есть, например, тельцы, которые, ну, все же по-разному расслабляются, допустим, напряжённая неделя, и если, например, вы склонны к тому, чтобы, ну, выпив, через выпивку расслабляться, то это может быть как раз неделя, когда действительно появляется соблазн выпить. Это может быть просто соблазн внутренний, да, и вы мечетесь, надо мне или не надо, это, может быть, всё-таки не стоит завтра на работу. Или человек, который вас соблазняет, подбивает, и говорит, ну что, тут сидишь, мучаешься, давай уже, мы сейчас с тобой, повеселеешь. То есть вот такие вот ощущения у меня вот этих вот метаний, внутренних именно, это больше похоже на внутренние терзания. Но если у вас асцендент в тельце, то это может быть действительно реально прям фигара здесь, фигара там, вот такая неделька, дорогие тельцы. Так что не унывайте, крепитесь, справитесь со всем. Я желаю вам прекрасной недели, удачи, пока! Здравствуйте, близнецы! Эта недельна росла для вас, неделя с 11 по 17 июля. На обстановку вокруг вас на этой неделе что будет происходить, какие события, люди. Тройка Рафаила, тройка кубков. То, как вы будете реагировать, справляться, относиться к этой ситуации. Семёрка Рафаила, то есть семёрка кубков. И Оракульная карта. В этот раз я не акцентирую, какая где сфера, это просто в целом, потому что всё равно какая-то сфера наиболее важна для человека, становится на неделе, либо работа, либо личная жизнь выходит на первый план. То есть это та сфера, которая для вас наиболее важна и актуальна. Оракульная карта неприятностей. Здесь у нас чёрный котик, который тут дорогу норовит перейти. Тройка Рафаила. Здесь у нас русалки на берегу моря, счастливые, улыбаются. Кораблик плывёт по морю. Такая красивая карта, карта радости, встреч, отдыха, встреч с друзьями, посиделок, комплиментов, какого-то карта удовольствия, карта праздника, празднования. И ваша реакция. Либо глаза разбегаются, близнецы, потому что семёрка Рафаила – это карта такой вот, знаете, как либо хочется всё и сразу, и совершенно не понимаешь, как расставить приоритеты. То есть для меня вот здесь вот этот расклад похож на, знаете, близнеца, который поехал на отдых, и столько хочется всего, и на экскурсии, и купаться, и хочется и в кафе сходить, и шашлык с вином очень вкусный, и всё-всё-всё-всё-всё, и радости, и музыку послушать, и друзьям послушать. Ну, в общем, это ужас какой-то. Столько дел, столько дел. И совершенно непонятно, с чего начать. Хочется всё и сразу. Всё и сразу невозможно, правильно? Потому что надо какие-то приоритеты расставлять, надо какое-то решение принять. А по семёрке кубков мы затрудняемся с принятием решения. Мы немножечко либо рассеяны, либо мы не видим ситуацию в реальном свете. Если речь о людях, то может быть, знаете, как, например, приятные встречи, приятные люди, новости какие-то радостные. И мы, допустим, всё это видим в каком-то немножко искажённом свете, идеализируем ситуацию, идеализируем людей или человека. И, соответственно, нам трудно правильное решение принять, потому что семёрка кубков не способствует. То есть здесь надо очень хорошо собраться и как-то снять все розовые очки, чтобы трезво увидеть ситуацию. Потому что вот этот вот чёрный котик скорее всего предупреждает о том, что если вы будете витать в облаках, если вы будете невнимательны, рассеяны или будете хотеть объять необъятное, то есть риск нарваться на неприятности. Либо, если вы вот ещё по семёрке кубков, что мы делаем иногда? Мы рассказываем что-то и мы немножечко, ну, скажем так, приукрашаем, преувеличиваем, может быть, мы на эмоциях это делаем, может быть, мы от впечатлений такие вот все. Ну, получается, как бы мы не то, чтобы мы не врём, ну, мы приукрашаем, это правильное слово. Может быть, даже это вот приукрашивание чего-то может тоже привести к каким-нибудь недоразумениям. Надо быть внимательными вам, дорогие близнецы, постараться как-то собраться с мыслями. Даже если ситуация невероятно радостная, встречи, люди, всё прекрасно, всё вокруг действительно цветёт и вас радуют со всех сторон, всё равно надо немножечко голову поставить на место, потому что вам, вероятно, придётся что-то, кому-то либо что-то отвечать, либо соглашаться, либо отказываться, либо определяться с чем-то, а у вас прям вообще эйфория, эйфория. Так что будьте внимательны, дорогие близнецы, я желаю вам прекрасной недели, удачи, пока! Здравствуйте, раки! Это недельный расклад для вас неделя с 11 по 17 июля. В этот раз я не делаю градацию на рабочую сферу, личную жизнь, я просто вынимаю первую карту Таро с вопросом, что будет окружать людей этого знака, что будет происходить в их жизни, события, люди, что будет вокруг. Вторая карта это как вы будете на это реагировать, как вы будете с этим справляться, как вы будете это воспринимать, то есть ваш образ поведения и реакции. И из чешского оракула карта, которая просто какую-то дополнительную информацию даст об этой неделе. Так вот, в событиях, в том, что будет происходить вокруг, вам вышел 13-й старший аркан, здесь называется он умиротворение, в традиционном Таро это смерть. то есть умиротворение это, конечно же, окончание чего-то, прощание с чем-то, завершение чего-то старого, чтобы новое могло войти в жизнь. Наша реакция человеческая бывает очень разная, но по старшему аркану мир я думаю, что вы, во-первых, в связи с этим, с этими переменами, которые происходят вокруг и которые, видимо, они неотвратимы, потому что для того, чтобы новое вошло в нашу жизнь, мы должны куда-то дверь сохлопнуть, извините, иначе просто у нас получается сплошной сквозняк. И по старшему аркану мир вы достаточно с пониманием относитесь к этой ситуации, вы очень много будете философствовать, размышлять, какие-то вещи вы поймёте, осознаете. Возможно, то, что вы раньше никак не укладывалось и не вписывалось в картину, встанет в вашем понимании именно в душе на место. И этот оракул, который показывает мысли, мужчина сидит на лавочке и очень глубоко задумался, над чем он задумался, что было бы, если бы я сделал когда-то в прошлом не так, а по-другому, как бы тогда развивались события. Может быть, они были бы по-другому, может быть. А может быть, я всё сделал правильно. То есть мы всегда, когда мы видим, что какой-то большой этап в нашей жизни завершается, что мы приходим к какому-то всегда пониманию и немножечко философствуем, немножечко мы грустим, немножечко мы задумываемся над разными вещами, событиями, правильно ли мы выбор там сделали, правильно ли мы поступили, правильно ли мы рассказали или промолчали, неважно. Вот такую вот вот такую неделю вам показывают. И ещё дополнительно я бы хотела сказать, что вероятно это для некоторых, скорее всего, даже женщин раков. Особенно, если вы в отношениях с мужчиной, который, ну, такой вот, я бы сказала, даже был почему-то, не знаю, почему, был, скажем так, самостоятельный, пробивной, сильный, доминирующий немножечко в отношениях. На этой неделе как будто есть какое-то либо предложение к нему, к этому мужчине, этому мужчине что-то предлагают. что-то происходит, какая-то новость хорошая, радостная, а он смотрит на неё с каким-то никаким, то есть реакция никакая. Он в этом как бы не заинтересован. То ли он расстроен чем-то, то ли он по каким-то другим причинам такой вот обмякший какой-то. Не в его обычном, ну, как бы, это не в его характере, не так обычно он реагирует, но в этот раз почему-то на этой неделе он как-то вот на это интересное, хорошее, радостное событие или новость смотрит, ну, как-то вот никак. Это вот такая вот мне ещё дополнительная пришла информация и не знаю, чего она касается, мне кажется, это больше как даже, наверное, о личной жизни. Так что, вот, дорогие раки, такая у вас неделя, но всегда, видите, даже хорошо на этой карте умиротворения написано, что грядёт светлое будущее, то есть, когда мы прощаемся с прошлым, что-то старое уходит, что-то новое обязательно входит в нашу жизнь. Так что, я вам желаю прекрасной недели, удачи во всех делах, пока! Здравствуйте, львы! Это недельный расклад для вас, неделя с 11 по 17 июля. В этот раз я не дифференцирую на рабочую сферу, личную жизнь в общем и целом, потому что всё равно какая-то сфера превалирует, как правило. Так вот, на обстановку, что вас будет окружать, что будет вокруг вас, что будет в вашей жизни происходить на этой неделе, вышла прекрасная карта Старший Аркан Солнца. Как вы будете себя вести, реагировать, как вы будете относиться к ситуации. Рыцарь Гавриила — это мать Жезлов, рыцарь Жезлов. И оракульная карта, которая совершенно сюда не вписывается, но я думаю, что она немножко на рыцаря. Рыцарь Гавриила пытается этого коня за хвост придержать. Карта неприятностей, где чёрный котик норовит дорогу перейти. Так вот, Солнце, Солнце — это счастье и радость. Это события, которые, не знаю, освещают нашу жизнь, делают нас счастливыми. Могут быть новости, связанные с семьёй, с детьми, хорошие новости, какая-то радость, счастье, отдых, успех. Ну, просто, жизнь вокруг вас, солнышко светит только для вас на этой неделе, дорогие львы. Как вы будете реагировать и себя вести? Угу. Рыцарь Гавриила. Ну-ну. Что это такое? Конечно же, рыцарь Жезлов — это такой вот персонаж, весь такой темпераментный, весь такой страстный, весь такой прямолинейный, честный, спешащий, куда-то импульсивный человек, человек порывов. Я думаю, что вот этот чёрный кот просто немножечко хочет сказать рыцарю Жезлов, чтобы лишний раз, первое, наверное, гонять не стоит, я имею в виду, ну, за рулём, допустим, скорость излишняя не нужна, потому что могут какие-нибудь случиться неприятности, импульсивность излишняя не нужна, храбрость уместна не всегда, потому что рыцарь Жезлов — это, знаете, вот такой вот смелый, отважный борец за справедливость и правду, как же так вот, там кого-то, например, обидели, ну, не всегда надо, потому что можно, ну, действительно, нарваться на неприятности. Если нас накрывает такое вот желание сию секунду что-то сделать, и мы, не подумавши, а рыцарь Жезлов может, не подумавши рвёмся в бой, или хотим как можно быстрее что-то там проскочить, профорсировать, то, скорее всего, этот чёрный котик, он просто как предупреждение, никогда не надо воспринимать расклад как угрозу, это просто предупреждение, что надо быть повнимательнее, чуть поспокойнее и оценивать ситуацию не с позиции своей импульсивности и лишняя самоуверенность, потому что рыцарь Жезлов — это персонаж очень уверенный, смелый, это прекрасные качества, но иногда перерастает это его уверенность в самоуверенность, и он имеет тенденцию немножечко переоценивать свои силы в чём-то, поэтому вот надо быть с этим поаккуратнее. И ещё мне кажется, что для некоторых львов может быть какая-то новость неожиданная, и эта новость может быть связана с детьми, о детях, про детей, от детей, вот так вот как-то, для тех, у кого есть детки, наверное, скорее всего, это актуально. Так что, дорогие львы, я вам желаю прекрасной недели, удачи, пока! Здравствуйте, девы! Это недельный расклад для вас в неделе с 11 по 17 июля. В этот раз я не делаю отдельно деловую сферу, личную жизнь. Первая карта Таро говорит об обстановке, атмосфере, ситуации, людях, которые будут вас окружать на этой неделе. Вторая карта – это ваши реакции, отношения, ваше состояние внутреннее, возможно, как вы будете реагировать и разруливать эти ситуации. И оракульная карта просто как какое-то дополнение, это не относится к личной жизни, как в прошлый раз я делала. Так вот, в атмосфере недели балет Михаила. Мать Михаила – это мечей, то есть это паш мечей в обычном Таро. Конечно же, это может быть неделя, либо неожиданных новостей, сюрпризов, могут быть такие, как, ну, скажем так, резкие повороты планов, смещения планов или ожидания каких-то новостей. Может также быть, могут быть какие-то юридические документы или подписания каких-то бумаг, оформления каких-то бумаг. Вам надо быть внимательнее, когда вы будете их, ну, подписывать, заполнять. может быть, для тех, у кого есть дети, и если дети бывают, ну, такие, не знаю, как резкие, беспокойные или, ну, привносящие в жизнь, так сказать, бодринку, сюрпризы, может быть, эта неделя будет именно такая. Вы будете очень эмоциональны, вот, потому что туз Рафаила – это туз кубков, то есть вы будете очень реагировать эмоционально на эти новости, если, кстати, может быть и проверка, если кто-то ожидает какой-то проверки, это теоретически может быть и проверка, опять-таки, ваша реакция будет очень такая вот, когда, знаете, прям аж дух захватывает. Кто-то будет в ожидании чего-то даже молиться, не знаю, чего-то или кого-то, вот именно ожидание каких-то новостей может быть, и они, например, какая-то временная задержка может быть по поводу этих новостей или бумаг, официальных бумаг, например, может быть на этой неделе задержка, поэтому вот это вот, которое несчастье, якобы там, разбитое зеркало и всё такое, не переживайте, потому что на прошлой неделе она вышла моему знаку, и, ну, могу сказать, что таких вот кошмарных несчастья не было, но было ощущение, что всё идёт как-то не так, как я планировала, и очень долго я, вот сейчас уже конец недели, я уже теперь оглядываюсь назад и понимаю, что на самом деле, в принципе, немало было сделано, и, в общем-то, как-то более-менее я придерживалась своего плана, но ощущение всю неделю было вот такое, как будто всё у меня валится из рук, всё не так, всё не вовремя, кто-то что-то не вовремя, я не так делаю, так что не переживайте, глядя на эту карту, просто, возможно, вы чего-то хотите, а оно немножко задерживается, и это создаёт у вас ощущение какого-то, ну, дисбаланса, я вам желаю прекрасной недели, удачи, пока! Здравствуйте, весы, это недельный расклад для вас, неделя с 11 по 17 июля, в этот раз я не разделяю деловую и личную сферы, я просто делаю в общем и целом, первую карту, вторую я вынимаю с вопросом, что будет окружать людей этого знака, что будет происходить вокруг весов в данном случае, то есть для вас вышла тройка Рафаила, тройка кубков, вторая карта, то, как вы будете на это реагировать, как вы будете справляться с этим, каковы будут ваши действия, как вы будете настроены, туз Гавриила, туз Жезлов, и оракульная карта, которая просто как дополнительное сообщение, здесь карта смерти, я думаю, что это неделя каких-то изменений, и в духовном плане, если можно так выразиться, наверное, это неделя какого-то, не знаю, просветления, вдохновения, я бы так сказала, потому что масть Жезлов, туз Гавриила, это очень духовная масть, и здесь такой порыв, такое вот желание что-то начать, либо наконец-то вырваться, не знаю, это очень страстный порыв, и смерть для меня здесь всё-таки больше символизирует изменения, тем более, она такая в шляпке, нарядная вся, пришла сказать, что всё, один этап закончился, и начинается другой обстановка вокруг вас, тройка Рафаила, конечно же, это у нас радость, любящие вас люди, поддержка, какие-то очень хорошие новости от родственников, детей, или о родственниках, детях, то есть, это очень эмоциональные новости, это какие-то могут быть приглашения, может быть, для кого-то это будет неделя развлечений, отдыха, или даже посещение каких-то интересных мест, красивых, от чего у вас может и возникнуть вот этот подъём, вот это вдохновение, вот это впечатление, не просто эмоциональное впечатление, нет-нет, туз Гавриила, это как раз такое, когда, знаете, аж руки чешутся, как хочется начать что-то делать, то есть, когда, например, побывал где-то, увидел что-то, так вдохновился, впечатлился, что готов до глубокой ночи, не знаю, сидеть или картину писать, или что-то делать, в общем, потому что надо что-то делать, не просто надо, хочется что-то делать, хочется вот этих перемен, изменений, радости, и, наконец-то, сдвинуть это дело с мёртвой точки, потому что до этого, может быть, не было таких сил, не было такого прилива, а тут на этой неделе просто прям ух, я бы сказала ух, так что такой драйв будет внутри вас, дорогие весы, и, вероятно, вот это вот, вот этот порыв, он приведёт к каким-то интересным изменениям в вашей жизни, так что весы, дерзайте, я вам желаю прекрасной недели, удачи, пока! Здравствуйте, скорпионы, это недельный расклад для вас, неделя с 11 по 17 июля, в этот раз, я делаю расклад без указания тем, ну, имеется в виду личная жизнь, это или рабочая сфера, просто первая карта показывает ситуацию, обстановку, обстоятельства, которые будут складываться вокруг вас в вашей жизни на этой неделе, для вас вышел старший аркан мир, вторая карта, это то, как вы будете себя вести, реагировать на эту ситуацию, как вы будете себя проявлять, девятка Гавриила, это масть жезлов, девятка жезлов, и оракульная карта, просто как дополнительное какое-то сообщение о чем-то, вам вышла карта печаль, ну, по старшему аркану мир, конечно же, мир может быть очень многогранен и обширен, но одно можно сказать по миру точно, что мир это однозначный переход на следующий уровень, все на свете имеет свое начало и свой конец, любой цикл, и мир это как раз вот этот вот полный цикл, он закончился, и вот она, вся эта ситуация, она прошла от А до АБВГД, и закончилась на ЭЮЯ, то есть все это завершилось, все это прояснилось для некоторых, либо завершилось, либо прояснилось, либо начинается, либо это что-то связанное с чем-то международным, для кого-то это может быть большая поездка, либо участие, допустим, в каком-то мероприятии, которое, ну, по миру часто бывает международным, либо оно проходит где-то далеко, вам надо до туда ехать, и ваша реакция, как вы вот на этот мир реагируете, вы напряжены, может быть, потому что вы волнуетесь, ну, что вдруг что-нибудь не удастся, вдруг что-нибудь пойдет не так, может быть, если это завершение чего-то, потому что мир бывает завершением, ну, потому что все имеет свое логическое начало и конец, но вы можете, вас может это завершение с человеческой точки зрения, потому что любое начало, любой конец, немножко нас так это смущают, попугивают, только если мы этого очень-очень ждем, тогда, может быть, мы не напрягаемся и страшно радуемся, а так вообще мы немножечко по-человечески имеем свойство слегка напрягаться, то есть кому-то может это завершение казаться, знаете, как подозрительным, что-то здесь не так, что-то мне не нравится это, что-то мне как-то это не нравится, можете подумать вы, и вот этот вот клоун печальный, который сидит ночью при луне и пригорюнился о чем-то, может как раз говорить об этой девятке Гавриила, то есть о каких-то внутренних переживаниях и страхах, которые вас могут, например, доставать, так что старайтесь старайтесь не быть излишне, я бы сказала, зажатыми, консервативными, будьте готовы увидеть вот эту, допустим, правду, вот это начало, смотрите на него более позитивно, это завершение, смотрите как на то, что вот это сейчас завершается, что-то новое начнется, сейчас можно немножечко отдохнуть, расслабиться, а не вот так вот сжиматься в комочек, потому что иначе вы просто рискуете, ну, слишком перенапрячься, что ли, а может быть, кто-то шел к этому началу или к этому завершению, к этой награде, вероятно, тоже может быть по миру, вы шли так долго, что по девятке говорила, может быть, вы и не боитесь, но вы просто уже переутомлены чуть-чуть, что у вас такое вот, например, там меня будут поздравлять, меня будут награждать, а я уже даже не знаю, я ничего уже не хочу, хочу ли я, вот такое просто уже, от усталости такое бывает состояние, так что, дорогие скорпионы, не надо так реагировать, старайтесь быть более позитивны, оптимистичны, и будьте готовы к разным, ну, допустим, возможностям, которые перед вами открываются, чтобы их увидеть и не боясь попробовать, так что я желаю вам прекрасной недели, удачи, пока! Здравствуйте, стрельцы! Эта неделя наросла для вас неделя с 11 по 17 июля. В этот раз я не делаю градацию на рабочую сферу, личную сферу, я просто, первая карта Таро показывает события, людей, ситуации, которые будут вас окружать на этой неделе, вторая карта, это ваша энергия, то, как вы будете реагировать, справляться с ситуациями, относиться к этому, и карта из чешского оракула, просто как дополнительная какая-то информация, то есть это не про личную жизнь, как я в прошлый раз делала. Так вот, что окружает вас на этой неделе? Знаете, вот такой расклад, впечатление создается, что стрелец оказывается в эпицентре событий, не могу сказать, что приятных, честно, для некоторых из вас прям, то есть, во-первых, для тех, у кого была какая-то, ну, скажем так, ситуация, которая вот шла по нарастающей последнее время, то есть, там, знаете, уже там вихри враждебные, там веют над нами, там что-то, кто-то с кем-то спорит, какие-то разборки, какие-то, ну, накаляется, в общем, остановка, на этой неделе это может быть прям, так сказать, апогей, если не сказать, апупей, потому что пятерка, жезлов первая карта, то есть, люди спорят с вами о вас, по этой карте клевета, могут сплетничать, шушукаться, я не знаю, в личной жизни это, или на работе, но у кого где вот нарастало, да, то есть, может быть ситуация, когда вот это все, вся эта белиберда, стрельца настолько уже достала, что достав этот меч, вы можете захотеть все раз и навсегда прояснить, обрубить, сказать все, что вы думаете о ком-то, о них, о нем, о ней, неважно, вы можете быть даже, даже вот это все может настолько вас, вам вымотать нервы, что вы можете стать даже агрессивным, потому что, в принципе, стрельцы люди прямолинейные, в общем-то, говорят, как думают, но здесь аж элемент вот такого, знаете, уже раз и навсегда это все прекратить, пресечь это все, либо сплетни, либо эти разговоры, либо эти споры, либо это постоянное какое-то вот, не знаю, вмешательство в вашу жизнь, так что, могут быть споры на этой неделе, могут быть ситуации, когда действительно вас раздражают, вас раздражают, не знаю, намеренно, не намеренно, но раздражают. Единственное, что хорошо по тузу, Михаила, что у вас голова работает, но я, ясней некуда, то есть вы абсолютно все видите, все понимаете, вы знаете, вот сто процентов, что надо сказать и сделать, но я не знаю, не могу вам сказать, хорошо ли это, потому что дело в том, что туз мечи, он рубит окончательно и бесповоротно, он просто прям, то есть можно, конечно, победить и там отсечь и пресечь, но смотря что, так что думайте сами, решайте сами. Что такое в вашей жизни происходит, что прям люди там с таким интересом все это обсуждают, не знаю. И еще дополнительно я бы хотела сказать следующее, я не знаю, это видимо не всем, вот есть у меня какие-то для некоторых знаков дополнительные сообщения, вероятно, что на этой неделе вскроется какое-то, либо кто-то что-то потратил, растратил, либо что человек настолько жадный, жадный, вы просто даже не представляли себе, и это вас очень огорчит. Вот такая у меня есть новость. Может быть, вот эти типа трудности, которые в пятерке жезлов, в этой атмосфере, может быть, вы и не знали, например, что за этим стоит, кроется, как бы чья-то, ну, не знаю, что ли, хитрость, что это кто-то вам оказывается, не просто так, вы не можете что-то преодолеть, оказывается, что это кто-то пытался все это время вам каким-то образом мешать и ставить палки в колеса, поэтому у вас такое состояние, как дать этому человеку, чтобы он уже все понял. Для тех, кто участвует, собирается участвовать на этой неделе в спортивных соревнованиях, тоже, потому что пятерка жезлов, это как раз говорит о соревнованиях, о конкуренции, о какой-то борьбе конкурентной, и по тузу Михаила вы настроены на победу, вы очень решительны, вы абсолютно, ну, то есть, как говорится, амбициозны, до нельзя. Вот, но чем вот это вот шушуканье вызвано, я не знаю, может быть, обсуждают, насколько вы настроены типа всех порвать на этих соревнованиях, может быть, начинают обсуждать, ну, и пускать разные сплетни и слухи, будьте тоже к этому готовы. Если это устройство на работу, например, или какой-то конкурс условный, потому что, что такое пятерка жезлов, это конкуренция, в принципе, любого рода конкуренции, я, когда мы с несколькими людьми, ну, скажем, соревнуемся, толкаемся локтями, типа, давайте, я хочу, он говорит, нет, я хочу, сейчас мы будем с вами состязаться, кто из нас сильнее, вы тоже нацелены, ну, то есть пробить то, что вы хотите, у вас такой пробивной характер на этой неделе, и люди, может быть, это обсуждают, а вы знаете, почему ему должны стали? Ну, то есть вот, то есть будьте к этому, готовы к этим каким-то людским ля-ляканьям, шушуканьям, обсуждениям, если особенно у вас действительно по пятерке жезлов там что-то такое вот очень активно, активные яркие события, которые, ну, людям же всегда интересно, так что будьте к этому готовы, не расстраивайтесь, и помните о том, что когда вы рубите, что это может быть так, что безвозвратно, будьте с этим, ну, так, чтобы по уму применять этот меч, так что, дорогие стрельцы, я вам желаю прекрасной недели, удачи во всех делах, пока! Здравствуйте, Козероги! Это недельный расклад для вас, неделя с 11 по 17 июля. У вас большая неделя, потому что в событиях недели, что вокруг вас будет старший аркан мир, как правило, это либо полное завершение какого-то большого цикла, прояснение какой-то ситуации, либо новое начало, потому что уже, как говорится, переход на новый уровень, так сказать. То есть картина ясна по миру, но у вас при этом состояние ваше, то есть вторая карта, то, как вы будете на это смотреть, как вы будете с этим справляться. У вас семёрка Рафаила, это семёрка кубков. Здесь либо какой-то восторг, такое вот, ну, не знаю, как опьянение, да, от счастья, если этот мир, это награда, это если какое-то большое крупное событие, или если ситуация завершается, в принципе, она, ну, ясна, она понятным образом завершается, всё, в общем-то, видно, но вы почему-то как-то, может быть, будете иметь тенденцию не понимать что-то, не видеть, додумывать, фантазировать, потому что семёрка Рафаила, это у нас всё-таки и заблуждение, и иллюзорное восприятие ситуации, но вы будете, видите, дополнительная карта оракул мысли, то есть вы будете очень много размышлять на тему, будете глубоко задумываться о том, как что было, почему так было, в общем, вы погрузитесь в такое вот состояние философских раздумий, что-то вас очень-очень-очень озаботит, я так думаю. По семёрке Рафаила надо помнить, что если вам надо с чем-то определиться, что-то выбрать, принять какое-то решение, то мы испытываем небольшие сложности, потому что нам сложно как-то приоритеты расставить, нам сложно увидеть ситуацию в реальном свете, поэтому вы старайтесь немножечко, если вы, например, запутались, сомневаетесь, вот так вот, как этот на оракульной карте присел, задумался, подумал, поразмыслил, для того, чтобы всё-таки принять правильное решение и понять эту ситуацию. Так что я вам желаю прекрасной недели, Козероги, удачи, пока! Здравствуйте, Водолей! Это недельный расклад для вас, неделя с 11 по 17 июля. Три карты в этот раз, первая карта символизирует то, что будет окружать вас, какая обстановка будет, какая атмосфера ситуации, в целом на этой неделе, и вышла семёрка Гавриила, это семёрка Жезлов. Как вы будете справляться с делами, смотреть на это всё, каким будете вы, вышла карта восьмёрка Ариила, это восьмёрка Пентакли, и дополнительная карта из Оракула Чешского, вышла карта ребёнок, дитё. Так что, и в этот раз я, Оракульная карта, это не про любовь, то есть я никакую сферу жизни не выделяю, это будет что-то, что очень важно для вас, просто на этой неделе. Атмосфера, семёрка Жезлов. Конечно же, это может быть даже какая-то, ну, условно, борьба, отстаивание своих интересов. Либо вы отстаиваете свои интересы, либо кто-то вмешивается в вашу жизнь, либо в целом ситуация достаточно, я бы сказала, активная и напряжённая по семёрке Жезлов. Потому что много дел, плюс есть моменты, могут быть моменты столкновения с какими-то, ну, такими вот чисто рабочими, деловыми препятствиями, которые надо будет преодолевать. может быть, почему я сказала, что может быть, вы отстаиваете свои интересы, по семёрке Жезлов, нередко бывает, что кто-то вносит, я бы сказала, смуту, кто-то вмешивается или нарушает привычный, спокойный ход течения в вашей жизни. Но вы, по восьмёрке Пентакли, вы будете, во-первых, очень внимательно изучать, допустим, если это рабочая ситуация, документы, цифры, вчитываться, вы будете спокойно, планомерно делать свои дела. Вообще, карта, конечно же, Дев, это, ну, восьмёрка Пентакли, это солнце в Деве. Девы обычно достаточно практичные, последовательные, умеют грамотно анализировать ситуацию, но вот эта энергия придёт к водолеям на этой неделе и у вас хватит терпения, грамотно и даже такие вот немножечко скучные дела, которые надо сделать по уму правильно, без этих прыжков, скачков, последовательно, вы сможете в это всё вчитаться, всмотреться, изучить и грамотно подойдёте к решению всех задач. Что касается оракульной карты, ребёнок. Ребёнок – это что-то новое, что-то маленькое, это какая-то либо новость, либо радость, либо вопросы, связанные с детьми, станут актуальны на этой неделе, потому что ребёнок всегда символизирует невинность какую-то, чистоту, новизну, поэтому я думаю, что здесь вот, может быть, для кого-то, ну, на самом деле, просто сам ребёнок, беременность может быть актуальна, ещё что-то. По восьмёрке Пентакли вы ещё можете на этой неделе заниматься собой, своим здоровьем, внимательно относиться и к бытовым вещам, и к вопросам здоровья, и к финансовым вопросам. Так что, ещё, может быть, у водолеев, например, какая-то поездка, и мне кажется, что в начале поездки могут быть большие-большие траты, такие, ну, когда уже человек, ну, знаете, как без контроля особо тратит, тратит, но потом, к концу недели, вы, видимо, ой-ой-ой, что-то я так разошёлся или разошлась, и начнёте уже считать всё-таки, чтобы настолько не растратиться. Вот такие вот у меня есть мысли по поводу недели водолеев. Неделя выглядит хорошей, интересной, по крайней мере, вы будете последовательным, и это позволит, пожалуй, во всех этих грозовых облаках, которые в семёрке Гавриила, правильно всё увидеть, решить и правильно к этому подойти. Я желаю вам прекрасной недели водолеев, удачи, пока. Здравствуйте, рыбки! Это недельный расклад для вас неделя с 11 по 17 июля. В этот раз не разделяю сферы жизни, просто первая карта Таро показывает обстановку, ситуацию, людей, то, что будет окружать вас на этой неделе. И вам вышла десятка Ариила, это десятка Пентакли. Вторая карта, то, как вы будете на это всё смотреть, справляться с этим, как вы будете относиться ко всему происходящему, девятка Гавриила, это девятка Жезлов. И оракульная карта, в данном случае вам вышел трубочист, счастье, хороший шанс. Это просто дополнительное сообщение. Десятка Ариила в атмосфере. Ну, что можно сказать по десятке Ариила? Во-первых, эта карта часто означает большие деньги, большие в понятии вашем, согласно вашего уровня. Также это вообще карта безопасности, защищённости, когда вся семья в сборе, может быть, очень, ну, на первый план выходят мысли и заботы о старших членах семьи и вообще о каком-то наследстве, например, имуществе семейном, безопасность семьи в целом. а также это карта завершения иногда, потому что десятка это уже как бы с туза до десятка когда мы шли, вот десятка это уже завершение, причём такое, ну, как бы торжественное, насыщенное, очень много было проделано, то есть, вот как здесь написано, да, что это возможен уход на пенсию, да, возможно, потому что человек много-много-много лет работал, вот с этого туза, пройдя все эти вехи, этапы, он наконец-то заслужил пенсию себе. Реакция ваша на все эти моменты. Девятка Гавриила. Карта немножко напряжённая, то есть, карта, почему так, при таком вот благополучии вы, допустим, напряжены, либо у вас был очень тяжёлый период, вы очень много напрягались, и вот это вот, ну, когда мы переусердствуем, то у нас накапливается усталость. Любому человеку, конечно, чисто физически надо отдохнуть, либо мы уже ну, не знаю, либо мы себя неважно чувствуем, просто нам тяжело это даётся, допустим, даже вся семья в сборе, и вот эти все тут пирожок мы испечём, туда мы сейчас пойдём, там постельку мы застелим, там мы сделаем то-сё, туда пойдём погуляем, естественно, тоже всё равно физически чисто это очень много событий утомляет. Если это старший член семьи, о котором вы беспокоитесь, волнуетесь, то может быть у вас по этой девятке на Гаврила есть какое-то внутреннее напряжение и страх. А как что будет? Там, что-то я волнуюсь, как он себя чувствует или она, Но трубочист вот этот, это возможность всё повернуть в удачном направлении, словить эту удачу, потому что это возможность обрести счастье. И дополнительно я хочу сказать рыбкам, что вероятно, нечто по поводу чего вы как бы это так выразится, по поводу чего вы были очень эмоциональны, но вы смотрели на эту ситуацию немножко, ну скажем так, фантазировали, додумывали, то есть вы не видели, что там происходит на самом деле, вы немножечко в каких-то своих заблуждениях, в облаках Виталия может быть, да. На этой неделе вероятно для некоторых из вас такое крупное прояснение, не знаю, будет ли оно через критическую ситуацию или через хух, наконец-то, трудно сказать, может быть, для всех по-разному, но что-то очевидно прояснится, то есть называется вот вы в каких-то вот всё в тумане, в облаках бродите, там бродите, и тут вдруг раз, ветер подул, и весь этот туман развеял, и вы увидите ситуацию такой, какая она есть, то есть что-то очень-очень по-крупному прояснится, но это для некоторых из вас такое дополнительное сообщение, так что не перенапрягайтесь, дорогие рыбки, если надо, чуть больше отдыхайте, а про выход на пенсию я подумала, что если кто-то, например, выходит на пенсию на этой неделе или в районе этой недели, то по девятке жезлов, конечно, мы немножечко, наверное, человек беспокоится, а что он будет делать дальше, а как сложится его жизнь, он привык всегда работать, то есть это тоже понятен этот страх, волнение, зажатость, что человек, ну немножечко волнуется оказаться в каких-то новых условиях, так что рыбки, трубочист, надо найти трубочиста, подержаться за пуговицу, это приносит счастье, вот возможность этого счастья, видите, возможность поймать эту удачу за хвост, она у вас будет, так что это хорошо, я вам желаю удачи, пока. Пока.